Магазин Дом Магазин Дом Новости на 12-м канале в студии Альбина Гонтарь. Здравствуйте! В июле по инициативе администрации Нижнуринского района при поддержке Агентства по туризму Иркутской области и Сибирской Байкальской ассоциации туризма состоялся ознакомительный тур в Нижнуринский район и Тафаларию. В поездке приняли участие туроператоры Иркутской области и Республики Бурятия, сотрудники региональных СМИ, представители правительства Иркутской области и администрация Нижнуринского района. Визит принес свои положительные результаты, достигнуты договоренности о развитии туризма. Теперь каждый житель нашего региона может побывать в Тафалари, потратив на дорогу буквально 3-4 тысячи рублей. Правительство Иркутской области субсидирует авиаперевозки. А в Тафалари разработали несколько предложений по путевкам. Прямо сейчас сюжет был готовленный при содействии наших коллег из пресс-службы правительства Иркутской области. Мы обучаем здесь детей. И вот уже основу, где мы начинаем. Картина делаем, значит, поехали на охоту, так? Тайга, олень, что окружает нас. Вот там чум, да? Сидят старушки, хозяйки, как говорится, этого. Красивого места. Вот тут сказительница тоже, как сказки бабы Ава. Вот она рассказывает молодым. На путь видает, сказки рассказывает. Вот оленей ловит, поймал оленей, на охоту собирается. Вот проводили или встречают там. Ну, в общем, все из жизни взято. Вот доит в стаде. Доярка доит оленей. Это правда так. В стаде, вот как бы, были в стаде кто-нибудь? Теперь у тех, кто совсем не знаком с сельским хозяйством, появилась возможность восполнить этот пробел. Руководитель этноцентра в тафаларском поселке Алыкджер рассказывает первой организованной группе туристов про быт тофов на примере картин из кожи. Одно из главных изображений – вертолет. Ведь летом в тафаларию из ближайшего крупного населенного пункта Нижнеудинска можно попасть лишь по воздуху. И пока цена на билет туда и обратно была низкой лишь для местных, а для гостей перелет туда и обратно стоил порядка 15 тысяч рублей. Туристы сюда приезжали нечасто. Сегодня ситуация изменилась. Благодаря усилиям правительства Иркутской области было значительное субсидирование произошло, авиаперелезок, вертолетных перевозок туда. И стоимость билета туда-обратно от Нижнеудинска до Алыкджера составила порядка 1500 рублей. И, безусловно, что сразу удовлетворила саму составляющую турпродукта. И главное – теперь турпродукт есть. Составлено три организованных маршрута. Цена от 15 до 50 тысяч рублей. Гостям предлагают сходить на водопад, покататься на лошадях или оленях. А главное – насладиться восхитительными местными видами, которые заставляют возвращаться сюда вновь. Я сам не люблю шелка. Но приходилось в прошлый раз просто… Да не знаешь, куда голову повернуть. Все. Интересно. Особенно привлекает внимание национальный колорит. Первой организованной туристической группе удалось побывать на празднике «Аргамчи-рык» – «Арканьих играх». Шаман просит у духа местности благополучия для всего тафаларского народа. А чтобы желания сбывались, люди участвуют в специальном обряде. А мужчины соревнуются в силе и ловкости. К сожалению, такой праздник бывает лишь раз в году. Но принимать туристов в Тафаларе готовы почти круглогодично. Местные жители, ранее приходящие с разными просьбами, проблемами, выражающие их в требовательной форме, пришли в начале этого года и сказали, что мы готовы сами работать. То есть у нас есть свои маршруты. Помогите нам. Помощь от государства малочисленный народ получает постоянно. Но теперь, когда люди сами готовы работать гидами-экскурсоводами, принимать в своих домах гостей, туристов должно стать больше. Главное не забывать, что несмотря на все созданные условия, Тафаларе остается неизведанным диким краем, путешествие по которому принесет массу удовольствия лишь при соблюдении всех предосторожностей. В Нижнёденском районе в этом году организованно смогли отдохнуть более двух тысяч детей на территории лагерей и площадок при образовательных учреждениях. Однако, чтобы охватить как можно больше ребят, администрация района совместно с Управлением по культуре организовали интересные спортивные мероприятия на Стадионе Труд. Три раза в неделю с пяти и до восьми часов вечера тренеры ждут всех ребят, которые хотят провести свои каникулы с пользой. В нашем районе организованно прошел отдых 2007 детей на летних детских площадках в образовательных организациях Нижнёденского района. 120 ребятишек имели возможность отдохнуть в палаточных лагерях, которые были организованы на базе оздоровительного лагеря «Дружба». И мне хочется отметить, что из 42 лагерей подобного вида 5 лагерей прошли именно на территории нашего Нижнёденского района. В данный момент продолжается летний отдых в лагере «Заря». И буквально в субботу прошел заезд второй оздоровительной смены, и сегодня 316 ребятишек продолжают отдых в детском лагере «Заря». Но, к сожалению, вот таким организованным отдыхом охватить всех ребятишек не представляется возможным. Поэтому администрация района совместно с управлением по культуре Нижнёденского района организуется занятость ребят на стадионе труд. И я обращаюсь к родителям ребят, прежде всего проживающих в городе Нижнёденске. Помогите, пожалуйста, своим детям организовать встречи с тренерами, которые ждут еженедельно по понедельникам, средам и пятницам ваших ребят на стадионе труд с 5 часов вечера до 8. Вступает в силу закон Иркутской области о компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах для жителей при Ангаре, достигших 70-летнего и 80-летнего возраста. Закон официально опубликован 13 июля на государственном интернет-портале правовой информации. Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. С 25 июля граждане, попадающие под категорию, указанные в законе, могут обращаться с заявлением на компенсацию в органы соцзащиты. Закон Иркутской области о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на уплату взносов в фонд капитального ремонта был принят 13 июля этого года. В силу он вступит 24 июля, а с 25 числа жители Иркутской области могут обращаться с заявлениями на компенсацию в органы соцзащиты. Как рассказывают специалисты Управления социальной защиты, сейчас уже очень много обращений от граждан за консультацией. В законе много нюансов от этого и много вопросов. Специалисты Управления поясняют, каким категориям граждан предусмотрена компенсация. Согласно данного закона, право на компенсацию имеют 4 категории граждан. Одинокопроживающие, неработающие, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет в размере 50%. Одинокопроживающие, неработающие, собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет в размере 100%. Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих, не работающих граждан пенсионного возраста в размере 50%. Собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих, не работающих граждан пенсионного возраста в размере 100%. Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, а также установленного размера регионального стандарта норматива жилой площади, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В целях настоящего закона гражданами пенсионного возраста признаются женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в многоквартирном доме по выбору гражданина. Льгота носит компенсационный характер, то есть вначале человек платит взносы на капремонт, а после этого обращается в органы соцзащиты за компенсацией. При этом человек должен заявить о своем желании получать соответствующую льготу. Для этого необходимо подать в органы соцзащиты по месту жительства или в многофункциональный центр заявление. При себе нужно иметь паспорт, трудовую книжку, право собственности на жилое помещение, а также справку о составе семьи. Кстати, право собственности на квартиру или ее часть – это одно из важных условий для получения компенсации. Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, если имеют право оба собственника, то они должны к нам оба обратиться. Но у каждого должно быть право собственности. То есть, если проживают два гражданина 70 лет, и у одного из них есть право собственности, у другого нет, то право на меру социальной поддержки будет иметь только тот, у кого есть право собственности. Житель региона сможет полностью компенсировать взносы на капремонт, если он проживает, например, в квартире площадью в 33 квадратных метра. Если занимаемая жильцом площадь больше, тогда будет высчитываться доля. Однако она не должна превышать региональный стандарт. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области, на одиноко проживающего гражданина составляет 33 квадратных метра, на двоих проживающих 21 квадратный метр на каждого, на троих проживающих 18 квадратных метров на каждого. То есть, если проживает гражданин один в квартире, превышающей 33 квадратных метра, компенсация будет составлять 50% только на 33 квадратных метра. Также хочу сказать, что граждане, достигшие возраста 70 лет и на сегодняшний день получающие компенсацию, им не нужно обращаться, потому что они уже пользуются данной мерой, как ветераны труда, как инвалиды первой группы, как инвалиды второй группы. Эта мера будет вновь назначена только для тех, кто не имеет никакой категории и не пользуется данной мерой. В Нижнёдинском управлении судзащиты специалисты принимают как по принципу живой очереди, так и по записи. Чтобы записаться на прием, нужно обратиться по телефону 725-94. 3 августа Нижнёдинск будет встречать участников традиционной ежегодной международной акции всемирного бега. Это факельная эстафета, которой может присоединиться любой. Передавая горящий факел из рук в руки, участники во всем мире распространяют послания дружбы и гармонии. Сегодня в Управлении по культуре Нижнёдинского района состояло совещание, участники которого решали, какие маршруты побегут в этом году факелоносцы по Нижнёдинску. Организаторы приглашают всех нижнёдинцев присоединиться к всемирному бегу, поприветствовать участников эстафеты и прикоснуться к негасимому факелу, который за эти годы побывал в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии, даже в космосе и на Северном полюсе. 3 августа этого года в Нижнёдинском районе будет проходить международная факельная эстафета «Бег мира». Это уже традиционная эстафета, которая проходит в Иркутской области и у нас в Нижнёдинском районе. Администрация Нижнёдинского района и Управление по культуре сегодня проведено совместное совещание с администрацией города, с образовательными учреждениями для организации данного мероприятия. Это мероприятие вообще проходит в 140 городах мира. На нашей территории Российской Федерации бегуны, начиная стартовать с Владивостока, и мы уже в свою очередь Иркутская область передаем эстафету Красноярскому краю и до Уфы. То есть от Владивостока до Уфы спортсмены будут продолжать эту акцию. Среди спортсменов-бегунов будут присутствовать международные спортсмены. Это Латвия, Хорватия, Белоруссия, Монголия. Поэтому хотел бы обратиться к жителям города Нижнёдинска, Нижнёдинского района, принять в данном спортивном массовом мероприятии забег. Это будет очень интересное мероприятие, которое посвящено самому первому здоровому образу жизни. Мероприятие состоится в 17.30 местного времени 3 августа от заправочной станции федеральной трассы М-53 с восточной стороны города. И забег будет производиться до школы-интернат номер 5, где будут осуществлены культурно-массовые мероприятия. Поэтому ещё раз всех приглашаю провести хорошо, здорово день. Приближается День работников торговли. Сегодня мы продолжаем цикл сюжетов о работниках этой сферы. Наши корреспонденты побывали в супермаркете Янта, чтобы поздравить сотрудников с праздником. Магазин в самом центре города. Его знает каждый горожанин, и едва ли в Нижнеудинске найдётся человек, который не заглянул в его стены и не совершил здесь покупки. Конечно же, это супермаркет Янта. За долгие годы магазин ни разу не уронил марку, не подмочил свою репутацию, а наоборот, стал примером для подражания другим магазинам. Наш магазин, 12-й раньше был, где-то в конце 60-х годов он открылся. В 97-м году нас со всеми долгами взяли к себе частный предприниматель Критский Сергей Михайлович. И вот с 97-го года мы, ну как по крупиночке, всё это организовывали, помогали. Мы ему где-то что-то подсказывали, какие товары, чё, вот работали, ну развивались. И вот дошли мы, вот у него уже работаем 19, почти 19 лет. Янта – первый в городе настоящий супермаркет. Пару лет назад магазин преобразился. Он расширил свои площади, увеличил ассортимент, также расширился состав персонала. А заведует одним из старейших магазинов в городе Наталья Геннадьевна Швыткая. Она следит за всем, что происходит в стенах всеми любимого супермаркета. Работы здесь всегда много. Свыши тысячи наименований товаров и 20 человек персонала. Работа хлопотная и трудная. Товары поступают на склад и практически сразу отправляются на полки. Список поставщиков внушительный. Чтобы быть уверенным в качестве и не терять доверие покупателей, здесь тщательно следят за качеством продукции и с её свежестью. Супермаркет Янта всегда предоставляет свежие, качественные продукты. Начиная с кисломолочного ассортимента, сыры, масла растительные, майонезы, в том числе напитки для детей и взрослых, кофе, сладости. Основная масса поставщиков – это наши, сибирские, региональные производители. Мы стараемся не брать импортные продукты, чтобы мы были уверены в своих производителях. Многих их знаем в лицо и довольно давно с ними сотрудничаем. Особая гордость магазина – сотрудничество с предприятием Янта. Крупнейший производитель масложировой продукции, которую знают и любят все жители Иркутской области и ближайших регионов, партнер магазина Янта. Янта предлагает полный ассортимент Иркутского завода. И что немаловажно, цены на молочную продукцию здесь приемлемые, а ассортимент постоянно обновляется. С фирмой Янта мы сотрудничаем уже более 10 лет. В нашем магазине представлены самый широкий ассортимент товаров и фирмы. Сроки всегда у нас хорошие, продукция вся свежая, покупатели рады. И цены по городу у нас самые минимальные на их товар. Быть продавцом – далеко не легкая профессия. Скорее, к этому нужно особое призвание. Целый день продавцы встречают и провожают покупателей. Каждому нужен особый подход. В общем, вежливость и коммуникабельность – вот главные качества успешного работника торговли. Продавцы магазина Янта – ответственный персонал, целиком и полностью понимающий свое предназначение. Здесь нет случайных людей. Каждый продавец работает не первый год. Коллектив дружный, сплоченный, трудолюбивый и отзывчивый. И вы можете быть уверенными – вам всегда будут раби. Я работаю здесь. В 1978 году я сюда пришла учеником продавца. Но, окончив курсы, меня перевели в другой магазин. Сначала работала. А потом, в 1986 году я опять вернулась в этот магазин. И уже больше я от него не уходила. Теперь я уже никуда не уйду. А вот почему вы поедете? Ну, тут, ну, не знаю. Тут какая-то, видать, обстановка такая очень хорошая. Тут люди такие прекрасные, доброжелательные. Ну, покупатели вроде как все уже как родные стали. Они нас все знают. Не то, что нас по имени, там, они даже про наши семьи уже все знают. Так же, как и мы про них. Я работаю в магазине «Двенадцатом» уже больше десяти лет. Мне нравится работать в этом магазине. Здесь много покупателей. Покупатели в основном постоянные. Коллектив мне очень нравится. Мы работаем вместе. Ну, не меняется у нас коллектив сплощенный. В канун праздника хочется поздравить коллектив супермаркета «Янта». За его плодотворный, творческий, самоотверженный труд. Потому что девчонки, которые работают в супермаркете «Янта», они с большим уже стажем многие. Потому что магазин с хорошей историей. В свое время он еще принадлежал объединению «Нижнеудинск Торг». И поэтому основной костяк коллектива, конечно же, это те закаленные продавцы советской школы торговли. И такой огромный труд покупатели ценят. Ежедневно через три кассы, снащенные новейшими приборами учета, проходит несколько сотен человек. В выходные и праздники эта цифра увеличивается до тысячи. Молоко здесь беру. Еще что там, допустим, ну крупу иногда вот. Сегодня брала крупу для гулечек. Я гулечек кормлю. То есть продукция вам нравится? Да, конечно. А как вам обслуживание? Я говорю, что они относятся ко мне хорошо. Не только ко мне, они всех так принимают. С улыбочкой, с душой. Это самое главное. Вот и никогда от них чего такого нет, чтобы обман какой-то нет, такого тоже нет. Нормальные люди, нормальные люди. Что и следует ожидать. Я часто посещаю магазин «Двенадцатый», где мне нравится продукция. Всегда свеженькая, молочная, пельмени, сырокопченые колбасы. Нравится обслуживание девочек. Всегда с улыбкой. Всегда подскажут, что взять. И нам интересно. Особенно, когда новое что-то поступает. Еще раз с наступающим праздником. Всего вам самого хорошего. Удачи. В преддверии праздника Дня торговли работники магазина с помощью нашей программы спешат поздравить своих коллег с их профессиональным торжеством. Ежегодно мы отмечаем последнее воскресенье июля День торговли. День работников торговли. И в этот день хочется поздравить всех работников торговли, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Потому что за всеми продуктами, вкусняшками, сладостями и молочными продуктами, продуктами первой необходимости мы идем в точки родственной торговли. Это различные магазины нашего города. И приобретаем их для собственного потребления. И от качества обслуживания, от качества продуктов зависит, какое настроение будет у вас в течение дня или в течение вечера. Потому что улыбчивые продавцы, хорошо упакованный товар, красивая этикетка, очень много значит для покупателей. Хотелось бы поздравить всех работников торговли с наступающим праздником. Пожелать щедрых покупателей процветания, здоровья им и их семьям. Также хочется поздравить наше руководство. Хочу поздравить коллектив магазина номер 12 девочек. С днем торговли мы очень много проработали вместе. Хочется еще поработать. Здоровья им, счастья пожелать. В преддверии праздника хотелось бы поздравить весь коллектив, администрацию нашу, нашу базу и лисей с праздником. Пожелать им здоровья, успехов, процветания, мирного неба. Наша программа присоединяется к поздравлениям и желает супермаркету Янта радовать своих покупателей еще много-много лет. С удовольствием ждем в супермаркете Янта наших дорогих покупателей. Эфир продолжает рубрика «Все, что нужно» и наш сюжет о новой коллекции верхней одежды, которую приготовили своим покупателям магазин «Русский мех», отдел «Орхидея», павильон номер 23 торгового комплекса «Елисей». Лето радует нас теплой погодой, отдыхом и привлекательными ценами на меховые изделия. На самом деле именно это время года отлично подходит для покупки изделий из меха. И главный аргумент – выгодная цена. Сегодня мы расскажем вам о коллекции верхней одежды, которую своим покупателям предлагают магазин «Русский мех», отдел женской одежды «Орхидея» и отдел мужской одежды павильон номер 23 торгового комплекса «Елисей». Опытные и практичные покупательницы знают, что шубку к зиме готовить лучше летом, и с этим не поспоришь. И чтобы покупка не принесла разочарования, обновку лучше выбирать в проверенных салонах, которые работают уже много лет. К примеру, павильон номер 29 «Орхидея» торгового комплекса «Елисей» и магазин «Русский мех». Кстати, именно сейчас здесь огромное поступление новой супермодной коллекции верхней женской одежды. Своё знакомство с ней начнём с отдела «Орхидея» торгового комплекса «Елисей». Вся верхняя одежда здесь представлена красивыми моделями необычного дизайна икроя. Вашему вниманию шубки из меха-норки. Лёгкие, тёплые, невероятно красивые символ уточённого вкуса и высокого статуса её владелицы. Необыкновенная популярность этого меха объясняется тем, что изделия из норки прекрасно подходят женщинам любого возраста, оттеняя юность одних и подчёркивая зрелую красоту других. Интересный вариант – шубка-трансформер. Отстёгивайте низ и получается куртка. Покупайте одну вещь, надели два наряда. Кстати, куртки из меха-норки, чёрный бриллиант, наступающий зимой, как никогда актуальны. Подойдёт такая верхняя одежда и для прохладной осени, и для ранной весны. В общем, выбор в «Орхидеи» просто огромен. Тёплую, красивую и стильную обновку подберёт любая дама. Выбираете ли вы себе шубку из чернооборки или метоновую шубу, а быть может пришли за дублёнками из натуральной кожи, которые, кстати, в последние годы на пике популярности. Здесь же широкий ассортимент новых моделей верхней одежды из натуральной кожи на сезон осень-весна, кожаные куртки с капюшонами и кожаные плащи с яркими рисунками. А в павильоне номер 23 большое поступление мужской и подростковой одежды. В продаже в широком выборе пиджаки, рубашки, сорочки, футболки, брюки, джинсы, ветровки, школьные костюмы для подростков, деловые мужские костюмы. А продавцы-консультанты помогут мужчинам подобрать к любому образу аксессуары, ремни и галстуки. Ну а мы отправляемся дальше за покупкой шубки в магазин «Русский мех». Здесь также представлен огромный выбор шуб на любой вкус, цвет и кошелек. Остается только определиться, какая модель нужна именно вам. На холодную погоду прекрасно подойдут шубки, которые согреют вас зимой из меха-норки или шуба из мутона. Для солнечной зимней погоды огромный выбор моделей курток из меха-норки и из меха-бобра с чернобуркой. Меховые куртки пользуются особой популярностью и любовью у женщин за свой стильный, изысканный и дорогой внешний вид. Они практичны, универсальны в носке и отлично сочетаются с классическими брюками, современными джинсами, вечерними платьями и деловыми костюмами. Меховые куртки имеют множество самых разных фасонов, так что каждая модница сможет выбрать себе достойную вещь по своему вкусу. Еще один популярный вариант – меховой шилет. В магазине «Русский мех» вы сможете подобрать себе этот стильный аксессуар. Модная меховая шилетка из меха-норки или из чернобурки – это всегда и функциональная, удобная одежда и стильный аксессуар, выразительное дополнение к наряду. Кстати, здесь же вы подберете верхнюю одежду к любому сезону. Например, вашему вниманию легкие кожаные куртки как для прохладных лечебных вечеров, так и для осенней непогоды или, например, осенний плащ из кожи с лазерной обработкой. А еще большое поступление женских платьев и костюмов до 66-го размера на любой случай жизни. Нам остается только пожелать вам хороших и выгодных покупок. Магазин «Школьник» Спонсор прогноза погоды – магазин «Школьник». Дорогие покупатели, не откладывайте до августа подготовку к школе. Разумнее выбирать из лучшего, а не из остатков. Мы поможем вам собрать портфели к новому учебному году. Ведь «Школьник» – это огромный выбор канцелярий, различных учебных пособий и портфелей. Приходите и выбирайте. Спонсор прогноза погоды – павильон 205, детская одежда, торгово-досугого центра «Удача». У нас распродажа летних сарафанов со скидкой от 20 до 50%. Большое поступление школьных костюмов, сорочек для мальчиков, блузок и водолазок для девочек. Отдел детской одежды, павильон 205, торгово-досугого центра «Удача». Добро пожаловать! Внимание! Акция! Компания «Лидер» предлагает натяжные потолки 550 рублей за один квадратный метр. За белый потолок с установкой обвод трубы бесплатно. Пластиковое окно – 6990 рублей. У нас окна известных брендов «Рихао» и «Винтек». Надежный профиль трех-, пяти- и семикамерные стеклопакеты. В ассортименте натяжные потолки немецкого и китайского производства. Заводское качество, большой выбор, фотопечати, срок изготовления – 3-4 дня. Ждем вас в торговом комплексе «Сибирский». Телефон 8908-66-44-545. Компания «Лидер» – спонсор прогноза погоды. И коротко о погоде в Нижнеудинске. 21 июля ночью синоптики обещают 14-16 градусов тепла, днем переменная облачность и до плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!